На торжественное построение участники первого детского фестиваля боевых искусств выходит сопровождение тренеров. Дзюдо, тэквондо, бокс, тайский бокс, армейский рукопашный бой и греко-римская борьба. Представители шести видов единоборств собрались в спортивном зале Одинцовского гуманитарного университета в преддверии 70-летия победы. Почетные гости, ветераны, именно в их честь самым юным воспитанникам спортивных секций предстоит выйти на ринг, татами и борцовский ковер. В спортивном комплексе занимается много детей, и нам бы хотелось, во-первых, поздравить всех ветеранов, всех жителей страны, всех жителей Одинцова с победой, поздравить вот таким вот способом, пригласив всех 400 детей, которые у нас здесь занимаются, боевыми искусствами, поздравить их с Днем Победы, с 70-летием Победы. И нам бы хотелось, чтобы это была прививка от фашизма, которая сейчас многим молодым людям в ряде стран достаточно была бы тоже необходима. Спортивные баталии предваряет экскурс в историю единоборств. Об особенностях президентского вида спорта дзюдо рассказывает мастер спорта международного класса, тренер спортивного клуба «Альфа-единоборств» Александр Мазаев. Далее слово берут боксеры, следом представители отделения «Тэквондо», две воспитанницы которого в день проведения фестиваля выступали на чемпионате России. Поддержать спортсменов на фестиваль прибыли члены сборной команды России по спортивной акробатике, гимнастки, мастера спорта Оксана Бикинеева и группа поддержки «Мираж». Спортивное действие развернулось на пяти площадках. Более ста дзюдоистов из Егенцовского спортивного клуба «Альфа-единоборств» вышли на татами. Самым юным едва исполнилось шесть лет. Свою первую в жизни победу одержал Егор Баронов. Схватил, сделал заднюю подножку и повалил. К нам приходят все разные дети, потому что они все будут чемпионами, мы до этого тоже понимаем. Это очень хорошая физическая подготовка, тем более борьба она профилирующая такая, да, там развитие идет полностью всего. Древняя классическая европейская греко-римская борьба в Егенцовском районе развивается на базе школы по спортивным единоборствам. На борцовском ковре ребята, которые в этом году отличились на областных соревнованиях. Многократный победитель районных первенств Асхабали Зайнудинов вновь оказался сильнейшим. Соперник был хороший. Я пытался его сбить и положить на тушу. Это мне удалось сделать. Вчера проводилась спартакиада учащихся, это первенство Центрального федерального округа. Воспитанник нашей школы Базоров Анисджон занял третье место. Будет вопрос решаться о его участии в финале спартакиады России. Родом из ВДВ армейский рукопашный бой уже более 12 лет в Егенцово. На фестивале его представлял мастер спорта Ярослав Пильник и его воспитанники. Неоднократные призеры состязаний разного уровня. Вобрав в себя все лучшее из боевых искусств мира, армейский рукопашный бой стал универсальной системой подготовки военнослужащих. Набирает популярность и олимпийское тэквондо, в которое все чаще приходят девочки. Московская областная школа бокса на фестивале выставила одинцовских спортсменов. Большинство новички, у которых появился отличный шанс почувствовать ринг и соревновательный накал. Представляем в Егенцовскому монетару на университет. Тренируется под руководством старшего тренера Московской областной федерации тайского бокса. Боксеров классического стиля сменяли тайцы, ребята, выбравшие муай-тай, тайский бокс. В спорткомплексе Агу он появился два года назад с подачи главного тренера подмосковной сборной Романа Насонова. В тайском боксе самое главное, можно бить любые удары, почти все. Самое главное выполнять команды тренера. Что тебе тренер говорил? Тренер говорит, как нужно мне бить, там правой ногой двойкой и в клин заходить. Первый детский фестиваль боевых искусств на кубок ректора Агу собрал около 400 спортсменов. Победители уходили с наградами, проигравшие с дипломами участников. Дебют состоялся, а дальше большая работа в спортивных залах и ожидание праздника через год. Мария Плепольская, Леонид Бурдин, телекомпания «Одинцова».